Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео, какие сигналы подает организм перед инфарктом. Четыре признака скорого инфаркта и главные симптомы любой сердечной недостаточности. Эти сигналы люди, к сожалению, часто пропускают на свою беду. Не повторяйте их ошибки, слушайте внимательно, рекомендую пересмотреть и законспектировать. Первое. Вы выходите на улицу, быстро куда-то пошли или просто начали интенсивно трудиться и у вас сжало в груди. Сильно сжало, как будто плиту на грудь положили, как в тиски зажали. Это специфическое сдавливание не болит, нет болевых ощущений. Такого человека можно узнать даже в толпе. Идет человек и останавливается, как бы задумываясь, сматриваясь в себя. Он как бы застопорился. Постоял человек, отпустило, пошло дальше. И так может повторяться несколько раз. Это так называемое стенокардия напряжения или нестабильная стенокардия. Это серьезное прединфарктное состояние. Нельзя пропустить этот симптом. Но бывает такое сжатие и в руке, ноге, даже челюсти, а иногда в спине. Если в один период времени, скажем, за один-два дня есть несколько признаков, это на 100% указывает на прединфарктное состояние. Немедленно надо обратиться к врачам, пройти обследование полное и комплексное. И далее я акцентирую, скажу про важный тест. Второй характерный признак. На холодный воздух. Человек как бы уходит на улицу, вот зимой. Первый вдох делает, глубокий особенно. И в груди у него как бы запекает, как будто такой ожог своеобразный. Минут на 5-10. Это от холодного воздуха. И это проблема в коронарных артериях. А люди думают что-то с легкими или иная причина, отмахиваются. А это так называемая холодовая стенокардия. Третий признак. Человек может рано проснуться от того, что грудь сдавила. А весь день хорошо ходит, ничего, проблем нет. Потом опять на следующий день. Или на днях. Утром сдавливает грудь. И четвертый признак. Одышка при физической нагрузке. И это сердечная недостаточность, которая вместе с проявлением иным, первых трех пунктов, которых вы только что услышали, говорит о прединфарктном состоянии. Ну а теперь группа признаков, прямых и косвенных, которые говорят о слабом сердце, о сердечной недостаточности. Ну, во-первых, она проявляется в одышке. Характерный признак это отеки голеностопа. Да, это бывает не только при больном сердце, скажем, при проблемах с почками, но тем не менее, вдруг несколько факторов совпадут. Боль в правой руке, левой половине груди. А вот интересный фактор, который люди не учитывают. Это постоянный кашель. Тут проблема может быть не с легкими, а именно с сердцем. Признаки деменции могут указывать на сердечную недостаточность, так как просто нехватка кислорода к этому приводит, из-за проблем с сердцем. Очень характерный признак трудности дыхания при горизонтальном положении тела. А встали при этом же сразу легче стало. Еще один признак снижения выработки мочи. Часто бывает при отеках, как раз избытки воды задерживаются в тканях. Скачки давления тоже повод обратиться к врачу. Очень яркий признак, характерный для проблем с сердцем, когда физическую нагрузку, которую вы спокойно еще делали вчера, сегодня вы уже не можете выполнять. Тяжесть при ходьбе, аритмии разного вида, высокий пульс в состоянии покоя говорит о слабости сердца, головокружение, резкая потеря сознания, резкое усиленное пототделение без физических нагрузок, резкая прибавка в весе, например, грамм 700-800 килограмм в сутки. Это задержка жидкости. Тут либо почки, либо сердце. Сразу же надо проверяться, идти к врачу. Еще признаки такие. Боль, отдающая в локте, руки часто в левую руку. Ну и как дополнительный фактор. Внезапная усталость, тошнота и потеря аппетита, крайняя тревожность, панические атаки, ну, тахикардия. И внезапно появившаяся бледность кожи. Я перечислил, ну, наверное, практически все признаки. Если есть у вас 2-3 из них, это повод немедленно обратиться к врачу. Лучше предупредить, чем рисковать таким образом. Идите к кардиологу. Обязательно, не просто кардиограмма, она может быть бесполезна, а нужны нагрузочные тесты. Вот нагрузочные тесты, причем несколько, которые делаются совместно с кардиограммой, есть коронография и прочие исследования. Опытный врач знает, как и что нужно немедленно проверить. Мои несколько кратких советов. Отдых днем 1-2 часа. Обязателен витамин Е, но не синтетический, натуральный. Лучший вариант в мире. Аналогов этому просто нет. Это органовое масло. В нем примерно в 700 раз, 800 больше. Витамина Е в гамма модификации, активный. Это, конечно, эликсир. Обязателен прием витамина К2 плюс Д3. Да, ссылки на то, что я говорю, я оставлю вам под этим видео в описании. Прием В12 при сердечной недостаточности необходим. Лучше уколами пройти курс. Другие витамины группы В обязательны. Для этого есть спирулина и хлорела. Натуральные водоросли. В которых есть концентрат многих полезных необходимых веществ. В том числе все витамины группы В. Жирные продукты не опасны при отсутствии в рационе сахаров. Меньше ешьте углеводов, даже длинных. Убрать все сахара, все сладкое. Но есть и другие конкретные советы и системный подход в этом деле. Обязательно посмотрите мои видео про сердечно-сосудистую систему и все те проблемы, которые характерны для сердца и сосудов. Ссылки на эти видео будут вам оставлены под этим видео, которое вы еще, я надеюсь, смотрите. А также есть очень хороший комплекс. Это профилактика и восстановление после перенесенных инсультов, инфарктов. Комплекс, который позволит с очень высокой долей вероятности не допустить инфаркты и инсульты. Ссылку на него я оставлю вам тоже под этим видео. Как и на инфопродукт по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. А также, я надеюсь, что вы смотрели лекции профессора Исаева, интервью с ним. Ссылки на эти очень важные видео я вам тоже оставлю. Так вот, есть программа от профессора Исаева для укрепления сердечной мышцы, мышц вообще, сосудов. И, соответственно, это комплексная защита, в том числе по нашей теме, сердца от возможных инфарктов. Эти две программы совместимы. Они дополняют друг другу. Поймите, что это те важные вещества, питающие в том числе сердечную мышцу, сосуды, растворяющие холестерин, снижающие повышенное артериальное давление. Вот все эти нехватающие, недостающие в питании, в нынешней пище вещества, есть в программе Исаева. Обе программы друг друга только дополнят и усилия. Да, понятно, что это стоит денег, но что в нашей жизни не стоит денег. Бесплатно работать никто не может и не будет. В общем, ссылку на эти две программы я вам оставлю прямо под этим видео. Не забудьте посмотреть другие мои видео о сердечно-сосудистой системе. Все будет под этим видео. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.